Михаил Подоляк, антикризисный советник главы Офиса Президента Украины к нам присоединяется. Михаил, здравствуйте. Доброе утро. Массированная ракетная атака на Украину в ночь на 15 августа. Сегодня ночью массированная дроновая атака на юг Одесской области. Какие цели преследует Россия? Понимаем, что вопрос, наверное, имеет ответ. Мы знаем этот ответ прекрасно, но все же очень важно его озвучивать. Какие цели, для чего Россия это делает, чего пытается добиться? Да ничего не пытается добиться, убить как можно больше гражданского населения, разрушить как можно больше гражданской инфраструктуры. То есть, грубо говоря, придерживаться тактики выжженной земли в полном смысле этого слова, в классическом смысле этого слова. Знаете, тут очень важный аспект один. Сейчас русские, смотрите, очень внимательно, они четко понимают, что в Украине их не любят тотально, не переваривают просто. То есть они понимают, что все то, что они якобы пришли тут кого-то освобождать, все это не соответствует действительности. Здесь 99% населения, ну давайте чуть меньше, давайте скромнее, 96% населения так или иначе крайне отрицательно относятся к России. И поэтому они сейчас используют обычную тактику оккупационной группировки убивать, убивать и убивать. Просто вот есть возможность разрушать. И тут есть все-таки подцель этого. Подцель какая? Вот просто бить, убивать гражданских, чтобы в какой-то момент нервы у людей сдали и сказали, да бог, господин, давайте отдадим этим русским, что они хотят. И, соответственно, на этом, наверное, прекратятся эти ночные обстрелы, вот эти ракетные удары, дроновые удары и так далее. То есть, с одной стороны, есть желание просто убивать, зачищать землю под названием Украина. И второй вариант, все-таки, вызвать у людей усталость от еженочных сирен, каждую ночь, которые звучат от каждую ночь ударов по непредсказуемым целям, как правило, по гражданским целям. И, соответственно, чтобы население сказало, давайте отдадим все, что хотим, там, России и так далее и тому подобное. Вот достаточно примитивная логика. Знаете, Михаил, хотел бы вас спросить по поводу того, как мировое сообщество реагирует на эти террористические ракетные атаки Российской Федерации по мирным объектам, но вспомнил реакцию гуманитарного координатора Организации Объединенных Наций в Украине Денис Браун на то, когда Россия ударила по отелю Рейкардс в Запорожье. С вашего позволения процитирую эту реакцию. Я потрясена известием, что отель, который часто использовали сотрудники ООН и наши коллеги из неправительственных организаций для поддержки пострадавших от войны, только что попал под российский удар в Запорожье. Это абсолютно недопустимо. Российская Федерация — член Совета Безопасности ООН. Выходит, что член Совета Безопасности ООН может спокойно бить по базе ООН? Вы знаете, что значит «спокойно может бить» или «член безопасности»? На самом деле Россия демонстрирует, что нету никакого Совета Безопасности ООН, нету никакого международного права, нету никаких ограничителей, которые могут страну, которая ведет себя на глобальном рынке, подобным образом как-то останавливать. То есть Россия говорит нам, что есть только добрая воля. Вот если страна готова соблюдать какие-то правила, она их будет соблюдать. Если страна готова беспредельничать, она будет беспредельничать, и никто не может эту страну остановить, ну по крайней мере пока. Вот и возвращаясь к общей реакции международного сообщества как такового, безусловно, исходя из того, что они находятся в гуманистическом, скажем так, в гуманистическую эпоху живут, конечно, они нам сочувствуют, конечно, они переживают за то, что происходит, конечно, они высказывают слова поддержки и так далее и тому подобное. Тут другой вопрос. Не всегда интеллигент готов на равных сражаться с такой страной, как Российская Федерация, имеется в виду с гопником и так далее. Ну то есть как бы нет инструментов в них. Мы им предлагаем найти эти инструменты. Это называется «передайте нам оружие», мы готовы наказать Россию за то, что она демонстративно обнуляет те правила, в которых вы живете. Но, к сожалению. Но, знаете, не все люди решительны, не все люди готовы очевидные вещи, белое назвать белым, черное назвать черным, и очевидные вещи принять к исполнению, не просто к сведению. Да, Россия страна негодяй. Не просто принять это к сведению, но и ответить на второй вопрос. Если она страна негодяй, которая нарушает правила, что мы делаем? И в данном случае звучит позиция Украины. Мы готовы эту страну негодяй наказать. Но для этого нужны соответствующие инструменты. Юридические, например. Вы могли бы приостановить членство России в том же Совете Безопасности, или лучше дать ей статус страны-террориста. Это физические средства, это оружие, которое нам необходимо, информационное средство. То есть вы будете масштабировать сообщение о том, что Россия ведет геноцидного или террористического типа войну, нарушая общепринятые правила и международное коммунистерное право, и международное военное право, и международное морское право, и так далее и тому подобное. Вот, в принципе, опять же, здесь все достаточно просто, но мы с вами всегда будем упираться в главную проблему. Это решимость или нерешимость конкретного человека, который, к сожалению, в данное историческое время оказался на той или иной глобальной позиции, принять соответствующие решения по отношению к России. Вот в этом контексте, продолжая тему помощи от союзников, понятно, что они видят. Видят, как Россия уничтожает мирные города, убивает мирных людей, младенцев в своих домах, уничтожает ангар с зерном, которое могло бы пойти успешно на экспорт. Вадим Скибицкий заявил о том, что Россия накапливает оружие для того, чтобы снова бить по критической энергетической инфраструктуре Украины, для того, чтобы посеять панику, погрузить украинцев во тьму и в блэкауты очередные. В этом контексте просим ли мы, очевидно просим, новые системы противовоздушной и противоракетной обороны от наших союзников, готовы ли они нам предоставить эти системы ПВО и противоракетной обороны, для того, чтобы закрыть небо максимально, насколько это возможно? Во-первых, бессловно, мы ведем переговоры, и, конечно же, мы объясняем мотивации, с точки зрения, что очень дивно выглядит ситуация сегодня, когда в Европе есть полноценная война, и Россия полноценно, используя практически весь арсенал крылатых баллистических ракет, атакует гражданское население другой большой страны, и, соответственно, в это время параллельно идет переоснащение систем противовоздушной обороны в других странах. Мы пытаемся очень мягко, очень корректно говорить о том, скажите, пожалуйста, а риски для кого сегодня больше? То есть где идет война, кто применяет ракеты, по какой территории доносятся удары? Точно сейчас своевременно как раз-таки провести переоснащение систем противоракетной и противовоздушной обороны в других странах, а не в Украине? Это тяжелый диалог, потому что, опять же, еще раз возвращаемся, вы знаете, война всегда война там, где она идет. Вот для нас она война. Для других стран, к сожалению, да, они, исходя из наших общих свободнических целей, поддерживают Украину, но в то же время они не находятся в состоянии войны, и для них решение может быть принято завтра, послезавтра или после того, как мы обновим систему противоракетной обороны, например, за 10 тысяч километров от линии фронта и так далее. Поэтому, опять же, этот диалог нужно вести, он рационален с нашей стороны. Мы объясняем все преимущества, еще раз, даже я вот настолько цинично сейчас говорю, мы объясняем все преимущества для Европы с точки зрения того, что небо над Украиной будет закрыто, потому что Россия будет тратить все ракеты свои здесь, безусловно, и больше у нее ракет не будет. И, соответственно, никаких рисков, что эти ракеты полетят в другие города, в другие страны, все меньше и меньше. Чем больше ракет собьет Украина на своей территории, тем меньше вероятность, что какая-то ракета попадет в другие страны. И тогда резонный вопрос, вот логически, знаете, так постепенно, как для очень важных людей объясняешь. Смотрите, логику, понимаете? Чем больше ПВО в Украине, тем больше сбитых ракет у России, тем меньше ракет у России и, соответственно, гораздо меньше вариантность того, что ракеты полетят ваши города. Логика понятна, но ее приходится вот настолько примитивным языком периодически говорить, объяснять прописные истины. Мы это делаем. Теперь второй аспект. К сожалению, так называемого консервативного мышления наши партнеры до сих пор не отказали. Что такое консервативное мышление? Это мышление страха. Да, как я называю? То есть вот они себе придумали гипертрофированную картинку России, которую нужно обязательно бояться и нужно в сторону смотреть, не смотреть в глаза русским и так далее. И вот они до сих пор частично придерживаются вот этих мифов, вот этих иллюзий, что Россия — это страшная страна. Конечно, страшная с точки зрения варварского поведения. Но с точки зрения того, что ее можно уничтожать, наказывая за те преступления, которые она совершает, это несомненно. Но вот консервативное мышление, к сожалению, продолжает работать. И третья составляющая. Вы видите, периодически возникают дивные предложения, дивные предложения, которые так или иначе можно описать одним словом. А давайте-ка все-таки сохраним лицо России. Вот давайте-ка все-таки сделаем так, чтобы, несмотря на весь этот геноцидный ужас, который она сегодня демонстрирует, на вот весь этот ужас обнуления международных правил, давайте-ка мы позволим России в таком виде дальше сохраниться. Вот это самое странное ощущение вызывает, когда люди после 18 месяцев войны в Европе периодически выходят. А давайте-ка что-то отдадим России для того, чтобы она могла как-то выжить, сохраниться в таком виде и дальше нас унижать. Ну, то есть они практически прямо нам говорят, мы хотим, чтобы нас продолжала Россия унижать, поэтому давайте пойдем навстречу России и что-то позволим ей выиграть. Вот продолжая тему странных заявлений, о которых вы говорили, заявление главы канцелярии Генсека НАТО Стиана Йенсена о том, что Украина могла бы получить членство в Альянсе в обмен на некие территории. Интересен ваш комментарий по этому поводу и скажите, как вы думаете, что это? Это в исполнении господина Йенсена такой ценностный эквилибр или все же это устойчивая позиция? На мой взгляд, это проявление малого понимания того, что сегодня происходит. Абсолютное незнание России продемонстрировано, абсолютное незнание природы этой войны, абсолютное непонимание того, к каким последствиям приведет подобное даже публичное высказывание. Это, по сути, прямое поощрение агрессора к совершению дальнейших преступлений. Не существует компромисса. Я понимаю, что, знаете, выглядит следующим образом. Мы понимаем риски. Ну вот, скажем так, коллективный орган под названием НАТО об этом говорит. Мы понимаем риски. Но при этом мы понимаем математику войны. Теоретически мы ее понимаем. Вот учебники у нас стоят на столах, мы о них говорим всегда красиво. Мы даже теоретические учения проводим всегда, где мы говорим о том, какие должны быть паритеты на поле боя и так далее. У вас этих паритетов нету, тем не менее вы продолжаете сражаться и тем не менее вы подвигаете Россию, отодвигает Россию со своей территории. И тем не менее мы вот настолько боимся до сих пор, что мы предлагаем все-таки подумать о следующих вещах. Давайте первое. Давайте все-таки обнулим международные правила. Ну давайте Россия, которая совершила такой объем преступлений, продолжит их совершать. Второе. Давайте войну эту подзаморозим, так как хочет Россия. Она несомненно хочет заморозить. Что хочет сегодня Россия? Для России очевидно, что выиграть эту войну не получится, что захватить всю Украину не получится, но это не отменяет главные желания России. Мы с этого начинали сегодня. Это просто убивать украинцев. Ну то есть пока не будет уничтожена государственность в целом. Соответственно, для России на данном этапе нету готовности продолжать войну высокой интенсивности. Россия хочет снизить резкую интенсивность. Даже может полностью прекратить на какое-то время огонь. Зафиксировать новую линию разделения, зафиксировать себя на оккупированных территориях, продолжить там формирование инженерных конструкций обороны, вкладывать деньги в милитаризацию, перестроить практически всю экономику на военные рельсы, проспонсировать много террористических организаций, которые будут атаковать Украину уже другими способами, усилить влияние гибридных информационных технологий на европейском рынке и так далее. То есть мы предлагаем России вот это все сделать. Да-да давайте заморозим. Вот мы хотим, ну я имею в виду вот это предложение, оно звучит следующим образом. Давайте-ка позволим России апгрейдить все свои технологии убийства украинцев, накопить дополнительные ресурсы и теперь следующий пункт, третий, очевиднейший пункт. Мы обязательно хотим, чтобы вы войну принесли для своих детей, передали ее детям, как эстафету. 14-й год, 22-й, потом следующий, там 25-й, 32-й и так далее и тому подобное, чтобы ваших детей тоже убивали. Нам это очень нравится. Мы понимаем, что Россия не пройдет сквозь Украину, она не будет угрожать странам НАТО, вам она будет угрожать, это однозначно и так далее. И наконец, третий вариант. А кто вам сказал, что в принципе можно будет получить вот такой примитивный обмен территорий, обмен на членство в Альянсе? Во-первых, будет ли акцептирована пятая статья в случае возникновения очередного этапа войны? Вы точно уверены в этом, что будет? Второе, будет ли быстро преодолена бюрократическая процедура вступления? Вы точно уверены в этом? И так далее. И в это время Россия действительно же будет, как законопослушный такой агнит, да, сидеть в окопе и говорить, не-не-не, мы подождем, пока вы там укрепите свою оборону, пока вы действительно вольетесь в Альянс, пока вас насытят столько оружием, чтобы мы потом действительно воевали в гораздо более сложных условиях. Ну, я, честно говоря, даже не понимаю, зачем настолько инфантильно выглядеть в глобальном информационном потоке. Чтобы что? На сегодняшний день не существует ни одного варианта, который привел бы к компромиссному решению. Их нет. Единственный вариант, который настолько очевиден, что мы можем о нем десятки раз говорить, он не изменится. Это называется паритетный объем оружия, который должна получить Украина в связи с чем? В связи с тем, что это война не Украины и России за территорию, это война демократии за право жить в свободных условиях и в свободных правилах и так далее. И Россия, которая должна обязательно проиграть. Для чего? Для того, чтобы пойти на перерождение своей политической системы и таким образом гарантировать миру определенное время, демократическому миру, определенное время для переформатирования каркаса безопасности как таковой. Чтобы подобные войны в 21 столетии больше не возникали. С учетом рисков, которые есть в связи с другими подобными России и странами. Михаил, о саммите большой двадцатки в Индии в сентябре на сайте саммита официальном появились приглашенные члены и нечлены организации. Вот среди нечленов Украины нет в списке приглашенных. Зато есть Путин, Россия как страна-член большой двадцатки. Приглашения разосланы. Непонятно, будет Путин, будет ли российская делегация представлена на этом саммите. Пока нет информации об этом. Почему Украину не пригласили? Ждали ли мы приглашения Украина? И будет ли тема войны в Украине звучать на этом саммите? Что об этом известно? Первое. Безусловно, Россия будет присутствовать на G20. Безусловно, без президента Путина она будет присутствовать для того, чтобы использовать эту платформу как, соответственно, опять же, агитационную площадку, на которой можно будет еще раз промоутировать войну. Я при этом еще раз хочу подчеркнуть, тут нет никаких сложностей в понимании, что это война классического террористического типа, оккупационного типа, это захват чужой территории и массовое убийство граждан чужой территории. Тут нету никаких освободительных войн, ничего. Но, тем не менее, Россия будет использовать G20, собственно, как промоционную площадку, как она делает все время, пытаясь зайти в спортивные федерации или в культурные какие-то федерации, поучаствовать в каких-то саммитах и так далее и тому подобное. России нужна промоция войны как таковая, особенно среди стран так называемого глобального юга, чтобы они по умолчанию поддерживали право России убивать и уничтожать Украину. Это первое. Второе. Безусловно, мы об этом говорили в начале, к сожалению, не все международное сообщество понимает, что на их глазах обрушают правила, по которым оно живет. И вот почему-то, вы знаете, так, знаете, мазохистки, часть международного сообщества идет по этому пути и готова к тому, что в мире не будет существовать правил, которые гарантируют какие-то стабильные отношения, межгосударственные или там союзные отношения и так далее и тому подобное. Я не могу понять эту мазохистскую наклонность целого ряда стран прийти к абсолютному обнулению международного права как концепции и так далее. Третья составляющая. Несомненно, нам, ну давайте дождемся того, будет ли окончательно решение принято о присутствии Украины в том или ином виде или нет. Все-таки переговорный процесс идет. Тут очень важно понять, чтобы мы, знаете, не преувеличивали, как мы иногда любим, к сожалению, Украина любит иногда, да, там проводим какие-то встречи, например, с представителями Индии или с какими-то другими странами, просто встречи, номинальные встречи, а после этого говорим, что мы нашли понимание, взаимопонимание. Нет, у нас на сегодняшний день нужно еще пройти большую дорогу, чтобы найти взаимопонимание со странами глобального юга. Это тяжелая дорога. Положено было хорошее начало на саммите, конституционном саммите в Джиде, в Саудовской Аравии, где с этими странами достаточно доверительно разговаривали. Но тем не менее, это тяжелая дорога, здесь еще много нужно будет провести переговорных раундов, много провести консультационных раундов, я имею в виду и Китай, и Индию, и Бразилию, и другие страны, и БРИКС, и глобального юга, и так далее. Это тяжелая, еще раз подчеркиваю, работу, и поэтому не надо думать, что если мы там провели одну-две встречи с представителями Индии, то мы уже с ними там в дружеских отношениях. Почему? Объясню, Индия сегодня крайне заинтересована в слабой России, потому что для Индии это выдающееся время получить очень качественную цену на большие объемы сырья и, соответственно, выглядеть совершенно иначе на глобальном сырьевом рынке. Я имею в виду именно для Индии как реципиента российского сырья. И Индия получает с этого очень-очень существенный дивиденд. Это первое и второе, и Индия вместе с другими странами глобального юга чувствует свою большую политическую субъектность в связи с тем, что они занимают якобы нейтральную позицию. И таким образом чаще выходят на какие-то комментарийные площадки и там дают свою оценку тем или иным глобальным событиям. То, чего не было до момента крушения российской концепции войны как таковой. Поэтому нужно все это оценивать правильно, спокойно. Еще раз подчеркиваю, я не вижу здесь какой-то там катастрофы и так далее. Это вопрос переговорных возможностей Украины. Да, но Индия еще, кроме всего прочего, у России закупает вооружение и в достаточно больших количествах. Вот это вот... Я, честно говоря, сейчас вернемся к вооружению российского. Я, честно говоря, не совсем понимаю, как можно вообще иметь контракты с российским ВПК, потому что российское ВПК абсолютно точно обнулено в этой войне. Да, у них большое количество апгрейдженного советского оружия. Да, его можно использовать, они его используют. Это действительно тысячи, например, тех же артиллерийских стволов 152, 122, 20, 30 и так далее. Это множество танков, как правило, это 72 и мало 90-х прорывов и тому подобное. Я, честно говоря, не совсем понимаю, где российский ВПК может продолжать эффективно продаваться. Почему? Потому что эта война показала, что Россия отстает там с дисконтом 10, 15, 20 лет от современных разработок. Другой вопрос, что мы в количестве, в количестве не имеем паритета с Российской Федерацией. Это другая история. Но если бы у нас с вами был паритет, то, несомненно, эта война выглядела бы совершенно иначе. С точки зрения высокоточного оружия и с точки зрения контроля над ситуациями по линии фронта как таковой. Я не вижу перспектив в развитии российского военно-промышленного комплекса. Я не вижу перспектив, чтобы российский военно-промышленный комплекс доминировал. Другой вопрос, что Россия хитрым образом долгое время странам со специфическими, скажем так, представлениями о войне продавала старую советскую технику, которую она обгрейживала. И, безусловно, она сегодня пытается продолжать эти страны конкуртировать. Мы понимаем все эти страны и понимаем, что они там получают от Российской Федерации. Но есть вторая, второй аспект. У России дефицит сегодня старого советского оружия. Она все это оружие отправляет на украинский фронт. Ну, вы должны понимать. То есть, Россия сегодня несостоятельна в выполнении тех или иных, даже традиционных для себя постсоветских контрактов. И нужно, кстати, странам это тоже объяснять. И мы тоже это объясняем, что с точки зрения стратегии, еще раз для этих стран объясняем, с точки зрения стратегии, если вы хотите действительно иметь современные армии и понимать, что такое современные войны, то вам точно не по пути с Россией. И стратегически не по пути. Потому что российский ВПК в связи с санкционным давлением нарастающим точно не сможет удовлетворять спросы на ту или иную технику. Тем более, что эта техника не конкурентна. – Михаил, еще хотим коротко вас спросить по поводу Олимпиады 2024 года. Украина готова бойкотировать соревнования. Если туда допустят российских и белорусских спортсменов, поддержать Украину готовы еще 35 стран. Почему Международный Олимпийский комитет не готов до сих пор принять окончательного решения допускать или не допускать российских или белорусских спортсменов и белорусских спортсменов на Олимпиаду? Чего они ждут? – В вашем вопросе заложен безусловный ответ. Российская Федерация в течение длительного времени выстраивала сложную систему коррупционных взаимоотношений на различных международных площадках, в том числе спортивных. Она скупала элиты, спортивные, глобальные спортивные элиты, предлагая им те или иные, я не буду говорить там коррупционные схемы, но те или иные грантовские схемы. И таким образом эти представители этих спортивных глобальных элит очень заинтересованы в сохранении своих, скажем так, дружеских отношений с Российской Федерацией. И безусловно они не могут отказаться от вкусной жизни, от дольче-вид, в которую их погрузили еще раз подчеркиваю 5, 10, 15 лет тому назад и до сих пор держат в этом сладком сиропе. И конечно же они будут продолжать под разными предлогами, под наиболее нелепым предлогом, на мой взгляд, если мы говорим о спорте, что спорт это вне политики. Более абсурдного вот это, знаете, говорит о фундаментальной инфантильности спортивных элит глобальных. Что значит спорт вне политики? Спорт и был придуман как олицетворение национальных политик. Ты берешь через спорт и показываешь, смотрите, система государства в таком-то виде доминирует, должна доминировать, потому что она эффективна. И соответственно спорт это промоция идеологии государства, его политики, его принципы жизни, образа жизни и так далее. И соответственно российские спортсмены или белорусские спортсмены, тут очень внимательно. Они все-таки российские и белорусские. Не важно, что у них там белый плак, идиотический, да, или то, что они якобы нейтральные статусы. У них нету нейтрального статуса. Они граждане страны, которая ведет сегодня абсолютно конкретную отвратительную войну с максимальным количеством атак на гражданское отделение. И соответственно спортивные федерации, в том числе МОК, которые это поддерживают, они прямо говорят, они прямо всем странам говорят, смотрите, очень круто, когда какая-то страна под названием российская федерация, приходит в другую страну и максимально жестоко убивает там детей. Это очень круто, мы приветствуем, мы хлопаем, мы рады за это и так далее. Поэтому безусловно нужно об этом говорить, нужно говорить о коррупционных составляющих, нужно говорить о инфантилизме организации, нужно говорить о том, что все-таки спортивные федерации должны быть изменены своему пониманию, что такое спорт и что такое политика и так далее. Будем продолжать это делать. Вы абсолютно правильно фиксируете, позиции Украины неизменно. Представители стран, которые ведут войну, тем более, что российские спортсмены, многие из них имеют отношение к так называемому центральному спортивному клубу армии или к спортивным клубам армии региональным, они не могут принимать участие ни в каком виде, ни в нейтральном, ни в безнейтральном, ни в безвкусном, вкусном виде в Олимпийских играх. Спасибо вам. Услышали Михаил Подоляк, антикризисный советник главы Офиса Президента Украины был с нами. Спасибо. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom of Telegram, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Telegram в описании.